Вышла замуж за такого мужа, о котором мечтала, молилась. Просто потрясающе. И, конечно, мы хотели детей. Год прошел, я все-таки пошла обследоваться. Выяснилось, что у меня то киста, то одниксид. Потом мне уже поставили бесплодие первой степени. Это были сложные три года, когда я уже настолько хотела ребенка, что я не могла смотреть передачи, где показывают маленьких детей. Я приходила к своим друзьям, там были маленькие дети. Я просто уходила, ревела оттуда, почему у меня нет. Просто дошло до того, что мужу говорю, разводись со мной, потому что тебе нужны наследники. Я вот усыновлю себе любого ребенка, буду любить как своего, а тебе нужны наследники. Я хочу, чтобы у хороших, которые есть тебе, просто оно продолжалось. А муж мой, у него была такая вера, он мне говорит, даже не гони, так и говорил. Вот, у нас будут дети. И была такая ночь, когда я так вот просто плакала. Я говорю, Бог, ну сделай хоть что-то. Может быть, дай мне другого врача. Ну и я иду, делаю тест. И когда вот эти две полоски, я не могу объяснить, я там так плакала. Я говорю, Бог, ты не можешь со мной так пошутить. Я иду, покупаю еще пять тестов и делаю опять две полоски. Потом еще. Говорю, Макс, я забеременела. А он мне говорит, ну типа, с чего ты взяла? Ну как вот, это уже такая тема. И я говорю, это сделала. И он такой мне смотрит, ты все правильно сделала. Тогда я ему достаю еще пять тестов. Вот. И это было такое чудо. Дорогие сестры, братья, я хочу вас ободрить, что с Богом реально возможно все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!